Донбасс Машины все технически исправны. В своем составе по номинованию груза имеем в основном продукты. Это рис, гречка, консервы, мука. Продукты питания, составившие более 700 тонн груза, будут распределены с Центром управления восстановлением ДНР для обеспечения социально значимых объектов. 450 тонн ржаной и пшеничной муки, пришедшей в данном гуманитарном конвои, будут направлены для выпекания так называемого социального хлеба для малообеспеченных граждан. Напомним, что стоимость такого хлеба при реализации будет составлять около 4 гривен. Колонна раздвигается на две части, которая первая выгружается на складе Министерства аграрной промышленности, а вторая колонна идет на элеваторную, на урожай, где будет уже выпекаться социальный хлеб. Правительством есть уже договоренности с администрацией по поводу выпечки хлеба и сейчас уже заключен договор. Хочу отметить, что мука выделялась и для города Дебальцево, продукты питания для города Дебальцево также выделялись. Главой государства Александром Владимировичем дано указание было выделить продукты питания. 10 тысяч пайков на Горловку мы выделили, потом 2000 админпоселок выделяли, для ветеранов мы выделяли 3000 пайков, потом 2500 выделяли нам в Росевку, поэтому в зависимости от поступающих заявок, которые мы формируем, и гуманитарный комитет, и Министерство социальной политики выделяет соответственно гуманитарные пайки в зависимости от напряжения. Анна Триксель, Геннадий Горбунов, специально для Новороссия ТВ. Анна Триксель, Геннадий Горбунов, специально для Новороссия ТВ.